С этим легким хлопком ломаются ребра, рвутся внутренние огоны, рвутся мышцы. Я прост. Даже когда зацветает сакура, я ем на завтрак овсянку. Мастер велик. Даже когда нет угрозы, он может убить. Приветствую вас, двуногие осьминоги. С вами Федорович. А сегодня я покажу вам легендарного человека и лишь малую крупицу той великой науки и саморазвития, которое он может дать. А чтобы сразу вас не шокировать, мы начнем погружаться в мир героев, сверхлюдей и супермастеров очень постепенно, чтобы в эпогее вы поняли, зачем, как и почему нужно резать полицейских. Я тренер-герой. Охренеть! Я тоже хочу быть сверхэффективным героем. Нужно посмотреть на тренинги этих мастеров. Может, чему-то и научусь. Вода течет вниз, а человек стремится вверх. А когда у тебя есть тренер-героев, тогда достижение совершенства превращается в веселое путешествие. Ведь уединение в лесу с такими же геями, то есть героями, приправленное лучшими шишечками и травками, обязательно сделает из тебя непобедимого мастера. Я понимаю ваши сомнения, ведь жирному голубю не дано понять свободы парящего орла. Но сейчас я вам покажу феноменальную форму мастера. И у вас отпадут всякие сомнения. Сейчас я начал свою очередную тренировку. Но в начале, до Нового года еще 5 дней, весь пресс я демонстрировать не буду, но как будто часть обещанных кубиков попробую провести в небольшой презентации. Ну, может быть, это еще не кубики. Но я до Нового года, у меня еще 5 дней. Я надеюсь, проработать хорошо, хорошо проработать рельеф. Ну что, убедились, что мастер словно ветер не бросает? Между прочим, у него есть целая система тренировок на пресс. И вы видите ее результат. Теперь я понимаю мужиков, которые в понедельник решают, что в субботу пора сходить на пляж, при этом допивая третью литру пива. Конечно, ведь у них есть целых 5 дней для того, чтобы проработать свой рельеф. А этого больше, чем достаточно. Ну да ладно, внешний вид не главное. Главное – внутренняя сила. В момент вступления в физический конфликт вы должны знать, что вам терять нечего. Вы уже умерли. И смерть вам не грозит. Я готов умереть. Я всегда побеждаю. Начали. что немедленно вы шагнете в лучший из миров. Вы наверняка тоже хотите побеждать, поэтому мне удалось достать невероятные техники мастера, после которых вам гарантирована победа в любом бою. Достаточно, чтобы сбить с ног. Семь весов или нет? Нет. Тем не менее, с точно такого же расстояния наносится точно такой же, если вам удалось поймать противника за запястье, можете считать, что бой закончен. Поймали за руку и пошел бросок. Нет, ну конечно, таким броском не то, что победить, убить можно. Но я вот все думал, может у мастера кроме тренировок есть еще какие-то секретные тренажеры, которые помогают ему. И они есть. У меня есть мой тренажерчик небольшой. И ПЛ-1. Имитатор позвоночника лошади. Просто такой цилиндрик с репристой поверхностью. Кладете его на твердую память, на стул табурет. Садитесь и прыгаете, как на лошади. Святые чакры мне в рот. Все, дальше фантазируйте без меня. Кстати, мужик понял, что все вот это вот детский сад и нужно переходить на серьезный уровень. Поэтому он изобрел тренинг, после которого у тебя нет вариантов. Или ты становишься сверхчеловеком, или трупом. Стрельба из боевого оружия над головами. Пули должны ложиться сантиметров 30 над головой, чтобы создать полное ощущение реальности. Вот это дело. Я тоже всегда считал, что всех этих учеников нужно отстреливать. Ведь без учеников нету и мастера. Ну да ладно учеников, их-то много. Но зачем шляхтер учит на своих тренингах резать полицейских? Вот это загадка. Мы подразумеваем то, что пистолет является заряженным патроном. Патрон находится в столе, пистолет стоит на предохранителе. У меня в руке нож офицера американского ВВС. Онтарио. Но я его буду держать в ножнах, чтобы не порезать своего друга. Дистанция ориентировочная на 3 метра. Полицейские облики отвлекают меня. Эй, мистер! Результат очевиден. Не успеть выдернуть пистолет из кобуры. В первый момент растерянная физиономия. Я делаю шаг, срывая дистанцию. Такой физиономия с таким жестом, даже скрывая в правой руке нож, тем не менее опасности полицейский не принимает. Только уже после этого я подбегаю и бью два раза в сердце, в печень. Вот. Тем самым конфликт закончен. Фух, я аж испугался. Это же не наш мент, а американский. А их-то резать можно. Главное, чтобы ученики не перепутали. Но вот зачем, я все равно не понимаю. Ну, позвал тебя коп, эй, мистер. И что? Всадить ему за это нож под ребро? Второй этап. Предположим, что кобура расстегнута и ожидается нападение. Эй, мистер. Нарез на руке с ножом. Пистолет не снят с предохранителя. Пистолет не снят с предохранителя. Рука разрезана. А-а-а, теперь понятно. Это же тренинг для криворуких маньяков. Вот главное только, чтобы его ученики не перепутали ментов и не начали валить всех подряд. Пистолет был готов к бою и снят с предохранителя. В расстегнутый кобурет. Патрон к патроннике. Дистанция 3 метра. Эй, мистер. Что он доказал в этом примере, непонятно. Мужик тупо отстрелил ему яйца и успел бы всадить всю обойму, даже если бы он ударил его ножом. Но оно и к лучшему. Будет меньше бродить отморозков по матушке земле. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями. Пускай знают то, чего знать не нужно. А в комментах напишите, какой тренинг будете проходить первым. Там, где шмаляют или про пивной пресс. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика! Алло, я покой, спокойно. Раз, два. Это биомеханика эффективных движений. Ее знать надо. Как бы ни отходим из этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба! 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 Вот так. Два. Да! Лабрака одна, да? На дистанции. Короче, я вот что делаю. Хлопу вырываю ключицу, это ключица вырываю голос. То есть вот так вот это выглядело. Обмазывающий сильный. Отчет! Атака слева! Атака справа! Атака слева! Атака справа! Это называется лепить. Наши упражнения. Секретный комплекс упражнений по милитации. Старайтесь эти упражнения. Значит, не светить нигде. Шарики солнечные. Шарики солнечные. Ставил. Какой идиот будет вот так вот на раз идти? Нет, вот так я набегу, да. Вот я стою на дистанции. Успевайте. Успевайте. Успели? Хоть один раз везде стою. Ничего не успевайте. Это убит. Продолжение следует... Продолжение следует...